Всем привет! 9 утра в Мартинезе, мы стоим под дождем и первым делом мы идем к Эворту. Очень хочется позвонить еще по телефону, нам важно сейчас Эворт. Мы отправили письмо, которое обещали. Бутылок, по-моему, мы новых не получили, а он ставил условия, если мы добываем подпись, он нам помогает найти наш пистолет. Доверия ему особого нету, потому что он нас один раз уже обманул, когда мы открыли дверь в квартиру непонятную. Оба-на, измененница. Кто-то здесь приятно отдыхал, а рядом с радио на подлокотнике кресла вы видите пятно от кофе. То есть пил кофе, оставил и осталось это мокрое пятно. Мне интересно, это наше повышенное работает, то что мы очко вложили в восприятие или это просто по ходу пьесы уже изменения происходят. Что ж в контейнере, да как его уговорить открыться? Может, в перчатках сможем ломить? Открыть дверь. Вы пытаетесь дергать за ручки, но безуспешно. Похоже, она механически закрыта. Стоящий от вас левый лейтенант наблюдает за вашими действиями с некоторой задачностью. Но мы не могли их не подергать. Новые перчатки. Как он сказал, с фантастической хваткой. Лео сейчас узнает, потому что есть никаких лейтенант. Но он на месте, где трафили, так что-то сильно поменялось. И я тебя рада тоже видеть Лео. Один момент. Проверить одежонку нашу. Драма хорошо. Так, визуальный. А интеракт с чем нам предлагают? Мы что, не сположили его? Ну и тить колотить. Проверимся. Вместо этих очков можно надеть энциклопедия минус восприятие. Эмпатия минус логика. Плюс логика минус властность. Но нам эти не особо нужны сейчас. Потому что с ним мы на словах общаемся, а слова это логика, драма. Но энциклопедия тоже не помешала. Интересно, можно вовсю босяцкой одеться и напугать его? Думаю, вряд ли. Я забыл, что мы в прошлый раз не опустили. Мы стояли около ящика. Но конверт не опустили. Это важная ниточка. И если гипотетически предположить, что она оборвалась, у нас остается еще дамочка. Но время девять, она еще не на месте. Не у книжной лодки. Полки поэтому. Сейчас этот потратим на общение с Эвортом. Эвором. Эвором. Ящик для сбора писем. Побитый желтый почтовый ящик приветствует вас надписями и пулемыми отверстиями в лицевой части. Я знал, что он нам для чего-нибудь пригодится. Кимки Цараги. Да. Для того, чтобы послать почту. Можно пнуть и ругнуться. А можно положить туда конверт с подписями. Вы уложите белый конверт в щель и он исчезает в темноте. И вы слышите, как он с мягким шорохом падает внутри на то, что звучит как уже лежащее там несколько писем. Восприятие. Восприятие. Слух. Похоже, здесь корреспонденция накопилась за неделю. Скоро этот ящик уже опустошат, то есть приедет за ним почтовая машина. К добру ли, к ходу ли, но что сделано, то сделано. Кимки Цараги. Пошли обратно к Эворту. Лейтенант поворачивается к порту. И лучше бы ему, лучше бы стоило все, что мы сделали в проделанной работе. Вошли. То есть он все-таки не очень доволен, что мы уговорили женщин в подписи собрать. Но то, что мы вошли в квартиру, там жил Гарри, живет до сих пор, который ему нахамил. Потому, по крайней мере, таким сейчас Z на нас не будет. Ну и я все-таки думаю, что стройка изменения к лучшему пойдет. Сейчас точно никаких там не будет изменений. При капитализме или ты сам лезешь по головам, или ничего вокруг тебя не происходит, ты опускаешься вниз. А они уже не в силах что-нибудь делать. Бабушка уже старая, больная, а у женщин трое детей. И водка с рыболовной сети. Они ничего изменить не смогут. Дневник Теслы недавно попался. Выдержка, правда, я не знаю, может быть, займусь прочтением целиком. Я обалдел, когда читал, когда тот самый Никола Тесла, изобретатель-видитель, когда он работал на Эдисона. Когда Эдисон, во-первых, через патентное бюро ворвал патенты. А во-вторых, когда нанимал Теслу, обещал ему очень крупную сумму денег, по тем временам вообще огромную. Тесла сделал порядка 24 изобретений, которые улучшили его, на тот момент уже выпускавшиеся товары. И когда условия с его стороны были выполнены, Эдисон сказал, я пошутил. И предложил ему 10 долларов в неделю на 10 долларов увеличить жалование. Конечно, было жестоко, в общем, разочарование. Но не последнее в жизни тест. Вообще, у него, кажется, очень сложная жизнь была. Но это к вопросу не относится. Я хотел сказать, что богатеи не всегда хорошие, но иногда я не делаю хорошие дела. Может быть, это тот самый случай с домом молодежи. Что я могу для вас сделать? Он что, похудел, что ли? Упражнение «Руки за голову». Это, кстати, полезное упражнение. Мы когда вас арестовывать придем, вам пригодится. Дело сделано. Мы отправили подписи женщин по почте. Эйвард. Надо же, золотой мальчик снова вернулся. Великолепно. Просто великолепно, Гарри. Он слапывает свои руки, как ребенок, который только что увидел пряник. Конечно же, я уже извещен об этом. 70 опыта. Неплохо. Мой дорогой почтальон. Подпишет, что письмо уже находится на пути по самому адресату. Вы очень большое дело сделали сегодня. Вы дали детям Мартинезе надежду на будущее и доказали, что настоящий мужчина – человек левых взглядов. И, наконец-то, я вам теперь могу доверять. Слышь, пеликан, вопрос не о том, что можешь ли ты нам доверять, а в том, где наш пистолет. Вы теперь в моем ближнем круге. И вы тоже, мистер Кицураги. Он кивает лейтенанту, широко улыбаясь. Сейчас мы можем говорить сами о чем угодно. О забастовке, об убийстве, о вашем потерянном пистолете. Никаких запретных тем. Убеждение. Слышал? Ты поступил честно. Ты добыл настоящие подписи, и он счастлив. Неплохо. Взаимодействие. Ну, не знаю. Твои грязные дела... Ну, такие... Не совсем чисто плотные делишки при выполнении... Действия при выполнении его заданий... Может быть, это и не совсем правильная вещь была. Драма. Мы бы, конечно, предпочли его обмануть, но выбор был за тобой. Впрочем, как и всегда. Теперь ты в лиге. Теперь ты ее член. Подпись, которую я получил. Я знаю, что вы планируете выгнать их оттуда шумом стройки. Гарри. Эворд качает своей головой. Сейчас-то ты уж можешь обо мне так плохо не думать. Его никогда не поступил настолько... С настолько некрасивым расчетом, как этот. Тем не менее, если шум от стройки будет... Слишком громким, может быть, некоторые люди и сами решат переехать. Я скажу честно, это будет абсолютно новое... По современным канонам построенное здание... Посреди округи, которое настолько... Отсталое, что там только самые бедные люди могут жить. И на самом деле, после его постройки, район настолько улучшится, что там даже самые бедные люди смогут наконец-то получить удовольствие от повысившегося уровня жизни. Кроме того, я создаю рабочие места. Наша непокобелимость. Он гордо распахивает свои руки, демонстрируя огромность своих замыслов. Они действительно велики. Кимки Цураги. То есть, деревня обречена? Мрачно говорит лейтенант. Эвард, ну вы же там были сами, вы все видели. Заброшенная земля. Там уже ничего не осталось. Но, попомните мои слова, офицеры. Он прилагает кулак к столу. Так что, из чашки даже немного кофе выплескивается. Мы там, в общем, мы это место оживим. Ре-сет. То есть, перезагрузим, то есть, обновим. Повторяет он. У меня большие планы на Мартинес. И они не включают в себя людей, которые живут в свинных сараях на побережье. Эта земля будет использована для городских строений и коммерческих центров. То есть, Гарри, вообрази. Центр молодежи, супермаркет и церковь в одном комплексе. Лас-Векас. Родинный вариант. Все в одном. Трудоустройство сотен, нет, тысяч людей. Побережье будет вспыхнет новыми огнями и переродится. То есть, будет выглядеть шикарно. Там забьет ключом в жизнь. А эти руины, которые... А все руины будут преобразованы в жилье низкой стоимости. Он наклоняется вперед. Ну ладно, Гарри, хватит, хватит. Мы отвоем этот квартал. Война закончилась уже много лет назад. Слава Богу. И теперь уже время двигаться дальше, двигаться вперед. То есть, дом пионеров, церковь и коммерческий магазин в одном комплексе. Ты действительно хочешь, чтобы... Думаешь, что я в это поверю? Говоришь, будут дома доступной стоимости. Если даже часть из того, что ты рассказываешь, правда, то почему бы нет? Я принимаю твою точку зрения или твою поддержку Гарри, кивая Тевард. Все, что я говорю, все правда. Я построю центр. Там будет место для торгового центра. А года через четыре мы там и церковь построим. Колеса крутятся, Гарри. Колеса прогресса. Этот послевоенный ужас, я не хочу погрязнуть в нем. В общем, а дети, которые практически играют, все, что у них есть, это возможность играть собственными какахами. Я не могу смотреть на это, позволить этому продолжаться. Концептуализация. Ну и, конечно, там будет гигантская статуя его самого, возвышающаяся над всем комплексом. Можно об этом, кстати, спросить. Стой, а свою статую ты там построишь? Ну, похоже, ты знаешь, что ты делаешь, можешь рассчитывать на мой голос. А в принципе, да, мы же тоже гражданин. Ну, я знал, что ты что-нибудь сложное придумаешь. Черт возьми, ты прав. Я... У меня есть кое-что, Гарри. Сначала нам нужна земля. Я сделаю рабочих богатыми, как Джойс Месье. Это моя работа. Так же, как твоя работа, охранять порядок. Прекрасно поговорили. А теперь можно пистолет мой вернуть мне обратно? Гарри, я свой буду честен. Плохое начало. Он становится серьезным. Твой пистолет был найден два дня назад. То, что я придержал эту информацию, лишит нам не тяжким грузом. Но что сделано, то сделано. Хорошо. И где же он? У старой женщины. И позволь мне сказать, Гарри. На улицах они очень... Очень известная на улицах. В общем, не очень у нее... Реноме. Так что будь осторожен. Логика. Должна быть это та самая женщина, которая купила его у Роя в ломбарде. Та, которую он написал как ужасающая. То есть ты хочешь сказать, что пистолет все еще у женщины, которая купила его у Роя? Да. Именно. Я смотрю, ты уже сам кое-что разузнал. Ломбард позволил очень быстро отследить оружие. Он улыбается и в удивлении одобрительно кивает головой. Здорово сработано, Гарри. Продать свой пистолет в ломбард. Ладно. В любом случае. Убеждение. Ребята союза очень быстро помогут тебе исправить данное положение. Стоит ему только моргнуть. Так что, Гарри, не беспокойся. Эйвард. Соседи этой старой женщины вошли в контакт с моими людьми. Потому что они верят мне и верят союзу докеров. Их насторожило то, что она размахивала им около входа в здание. То есть она размахивала, угрожала пистолетом людям. Ну, как я уже сказал, она дома специфическая. У меня не было времени выяснить детали происходящие, улыбается он. Ну, похоже, что у нее нестабильная психика. Ну, не беспокойся. Никто не пострадал. А имя у этой старой женщины есть? К сожалению, я больше ничего не знаю. Тебе придется работать слепую, Гарри. Но она очень старая. Насколько может быть старая, женщина опасна. Ага. И она называет себя свиньями. Снова свиньи, как и Рой сказал. Нехорошо это все. Кимкицураги. Я, например, нахожу это отрезвляющим. Наконец-то кто-то назвал себя свиньей. Улыбка играет в уголках реворта. На самом деле это звучит довольно плохо, потому что... А, эта фраза звучит плохо, но не будем портить ему удовольствие. Ты можешь нам устроить с ней встречу? Угу. Новая задача. Войдите в конфронтацию со свиньями и заберите свой пистолет обратно. Я уже назначил. Он поднимает указательный палец. Сегодня в 10 вечера. Около старого рыбного рынка на побережье. Тот, который возле пирса. Оу-воу-воу-воу, где мы тело обнаружили. Я бы никогда не направил тебя в какое-нибудь опасное место или мероприятие, но ты сам об этом попросил, так что... Он снова цепляет руки. Снова к опасной работе. Угу. Она будет там с 22 до 2 ночи. Кимкицураги. Приятно, значит, повеселиться. Он смотрит на вас. Похоже, говорит, у нас есть повод для веселья. Ну, это в кавычках всё. А теперь по нашему основному делу. Повешенного человека вы заказали. Я не делал этого Гарри. Он энергично качает головой. Но, тем не менее, я очень рад, что он мёртв. А какая тебе польза от того, что его повесили? Ну, конечно же, война. А, что-то получил от его повешения. Конечно, войну. И что же вы хотите теперь извлечь из войны? Победу Мицеркицураги? Я желаю получить победу. Мы в начале войны с дикими соснами. Огромной этой корпорацией. Даже... И начали её ещё до того момента, как они осознали, что это война. У них есть тренированные бывшие военные. Не боитесь за своих людей? Гарри, мы превосходим их числом. Полторы тысячи к одному. И это только в Мартинезе. Со всеми участниками, членами союза в Ревополе. И с... Сочувствующими, которые на нашей стороне. Мы... Справимся. С двумя людьми. Или с пятнадцатью. И даже с пятью десятью. Или можем себе позволить потерять холд-офф. Чем больше они пришлют, тем хуже будет для них выглядеть результат. Они сделали огромную ошибку, нанимая этих ребят. Никто... Никому не нравятся... Иностранные наёмники. Коммунистам их не любят. Фашисты их не любят. И даже моралисты думают, что они... Дурно пахнут. Да. Все их ненавидят. За исключением ультралибералов. К которым... Я могу и отнести себя. Объясни, как к произошедшему относятся... К забастовке. Гарри. Нет никакой забастовки. Есть только война. Классовая война. Или в терминах... Бизнеса. Это... Рейдерский захват. Или... Стой. Он делает паузу. Почесывает подбородок. А вы им ещё что-то платите? Потому что мы-то этого не делаем. Плюс пять за что-то там. Мы не... Не отдаём им ничего. Мы... Хотим забрать терминал Б. У них. Также дороги. Шлюзы. Контейнеры. Ворота. Большой кран. Даже, чёрт возьми, кофемашину. Мы заберём это всё ради людей. И пошлём к чёрту. Дикие сосны. Восприятие. Слух. Матерное слово к чёрту звучит, как выстрел из-за во рта. Он не так уж часто ругается. Кимки Цурраги. Именно поэтому вы не разрешили Джойс въехать в город, который на яхте сейчас сидит ещё. Да. И по этой же причине я позволил это сделать Гамонту. В чём-то Карликом его называет. Он слишком мил. Это, видимо, который переговорщик был до неё. Я не мог ему позволить пройти через такое. Плюс он знал, как сюда попасть. А эта женщина не может... Управится даже собственными сиськами. У неё нет шансов. Видимо, на удачные переговоры. Извините. Ну, это, говорит, местное выражение такое. Риторика. Вообще-то нет. Нет такого выражения у местных. А почему ты мне планы рассказываешь свои? Потому что мы друзья, Гарри. Кроме того, сейчас это уже не имеет значения. Можете пойти к ней и всё рассказать, если хотите. Это ничего не изменит. И не изменит уже запущенный ход вещей. У нас уже хороший старт. Уже произошёл. Он смотрит на часы на рыбе, меч. И ещё раз кивает. Да, это уже произошло. И как ты собираешься организовать свою независимую бухту тут? А, ты имеешь в виду, что за грузы мы будем переправлять? Я склонен к тому, чтобы заменить контракты, которые мы потеряем... Другими. Какой смысл работать с людьми, которые нас не уважают или пытаются нас обмануть? Кинуть даже. Так что, Гарри, всё будет нормально. Мы во всём подумали. Логика. Клиенты в любой момент сменят мультинациональную компанию межгосударственную на какую-то банду бандитов. Ну, Эйвар, ты, конечно, можешь так размышлять, но люди могут массово уйти от заключения контрактов, потому что будут считать вас с бандитами. Ну, конечно, какие-то уйдут, но, попомни мои слова, компания будет неприятно удивлена, увидев, как много нынешних клиентов останутся лояльными к Мартинезу. И, как я уже сказал, будут и другие новые контракты. А с обновлённой системой управления и вдохновением люди будут отправлять контейнеры в два раза быстрее. Ты будешь удивлён, увидев, как быстро может работать система без паразитов, которые присасываются к ней. У нас будут свободные руки, и мы сможем наладить дела как надо. Преследуя совершенно ясные, иногда, может быть, экзотичные, но всё-таки цели обновления. Скорость реакции – это наркотики. Ким Кицураги, эхом. Наркотики? Эверт. Перевозка наркотиков? Не будьте глупы, мистер Кицураги. Это абсолютно легальное дело, сто процентов. Этичные, то есть легальные химические фабрики на Самаранских островах. Острови. Вам не нужно быть колониалистом, то есть не думайте о них как о колониях. Все, что они делают, они производят компоненты, чтобы поддерживать в работоспособном состоянии свою фармацевтическую индустрию. Мы говорим о здоровье людей, между прочим, наши старики, маленькие дети, люди с ограниченными возможностями. Но ведь это только верхушка айсберга, не так ли? Компании думают, что транспортировка этих химических веществ в больших количествах выглядит плохо. Он делает в воздухе знак пальцами кавычки. Это плохо выглядит, может быть даже является нелегальным в каких-то странах. Но, тем не менее, союз докеров мы люди широких взглядов и, в общем, не против на этом подзаработать. Мы будем перевозить весь список материалов, которые ему предоставляет Гарри. Он снова стучит кулаком по столу. Так что твой больной ребенок сможет получить свое лекарство, а твой уже с отклонениями дядя не съедет с катушек без другого лекарства. Энциклопедия. Бенафет, который он упомянул для ребенка, это детское жаропонижающее средство со вкусом абрикоса. А респирзоль используется для того, чтобы лечить некоторое расстройство психики. Тим Кицураги продолжает. А кто из детей на улицах сможет также получить пергидроль Эвард. Знаете, я человек старых взглядов, Мицер Кицураги. Я иногда пью пиво с ребятами, но у меня даже мысли не было о том, что вы только что сейчас сказали. Он улыбается. Но даже если где-то плывут товары, ингредиенты для каких-нибудь там забавных вечеринок, Я вас уверяю, что Юнион, наш союз, примет этого внимания. Я буду держать подобные вещества как можно дальше от Мартинеза. Энциклопедия. Его заявление практически подтверждает ваше предположение. Мы не употребляем, поэтому мы сообщим об этом куда надо. Должен подтвердить, что это очень хорошо продуманный план и ты смог его составить так, что он с тобой никак не связан. Внешне, по крайней мере, интересная конструкция. Но я просто должен, хочу расследовать это убийство. В общем, старайтесь очень внимательно контролировать торговлю подобными вещами и держать вещества. Подальше от опасных круг. Я должен подтвердить. Очень лихо придумано и достаточно умно для того, чтобы вас не связывали с происходящим. Эверт криво улыбается. Так же это будет выглядеть никак не связанным с моими людьми и с людьми Мартинеза. Тех из них, кто мне доверяет. В любом случае, давайте не будем фокусироваться на торговле этими веществами. Гипотетическая торговля всегда, то есть гипотетические возможности всегда кажутся слишком преувеличенными. Это будет очень маленькая часть товаров, которые будут проходить через бухту. Так же, как сам порт занимает, это всего лишь маленькая часть Мартинеза. То есть нам в открытую он говорит, что да, возить будем. Продавать только правильные подконтрольные места и так далее. От людей, от детей держать подальше. Это все еще будет незаконно. Давай взглянем на картину в целом. Мартинез – это дыра. Мартинез – это дыра. Отсюда, в общем, все бегут. Видимо, маленькие девушки бегут отсюда. Если хотят писать музыку, то уезжают куда-нибудь. Молодые матери, которые хотят начать новое дело, тоже. Модели, которые хотят выступать на подиумах и литейщики, которые просто хотят плавить сталь. Мне нужно объединить их всех в одну экономическую конструкцию. Мы создадим здесь настоящее королевство. И каждый из них получит часть богатства этого королевства. И каждый будет носить свою репту в его благосостояние. Хорошо, если используется слово «встраивание», то я в теме. Я деловой человек. Очень амбициозно. Мне очень нравится, что ты делаешь для рабочих людей. Не чувствую в твоих словах ничего ревокалианского. Флага не хватает, что ли? Или королей? Это не мое место. В общем, не с моей. Не мне высказывать свое мнение об этих планах и выступать с какими-нибудь заявлениями. Очень амбициозно, но очень большая дилемма. То есть, он говорит, вроде бы как все буду делать. И это будет только маленькая часть. Но это же все равно преступление. Это как ложка дегтя в бочке меда. Не чувствую, что-то здесь. Достаточно ревокалианского духа. Флагов не хватает или короля. Ладно, амбициозно. Мне нравится, что ты делаешь для рабочих людей. Благодарю, Гарри. Благодарю. Он раскачивается в своем кресле. Ты даже не представляешь, как для меня много значит твое мнение. Потому что сам-то ты не работяга. Но ты уже сделал очень много работы. Ага, мы можем спросить даже в определенных людях его. А сколько вообще у вас людей в союзе? 2372. Отвечает он моментально. Считая вас, конечно. Логика. Это серьезная цифра. Для контингента. То есть, для профсоюза Ревакова. Представительность. И все они мотивированы. Крайне мере, те из них, с кем вы успели познакомиться. А о ком бы мы хотели спросить-то? Могу ли я тебя спросить о конкретном члене? Мы оставили позади время, когда имя конкретного человека что-то значило в нашем обществе. Сейчас мы говорим о больших переменах. Его глаза сияют. Мы говорим о будущем Ревакова. Гарри. Если хочешь, спроси Леонардо. Он тебе расскажет, что знает. Он показывает на дверь. Гарри. Ага. Ему нравится болтать на подобные темы. Но... Я сейчас нахожусь в режиме больших свершений, Гарри. Спокойствие. Что-то в нем изменилось. Сейчас он более подвижен. Действительно, видимо, был удушевлен. Ладно, тогда пока. Отлично, Гарри. Отлично. Я думаю, что мы действительно сегодня построили настоящий мост взаимопонимания между Мартинезом и Джамраком. Мы объединим городскую гражданскую милицию Ревакова с союзом портовиков. Неожиданно вы слышите печаль в его тоне. Это, показывает он сначала на вас, потом на себя, было так здорово. Мне очень жаль, что больше нам общих дел как бы не вести. Но если судьба нас сведет, то моя дверь всегда для тебя открыта. Фискульт, привет. Еще что-нибудь? Ну, может быть, попозже заглянем. До свидоса. Да, и Кинг ничего не хочет нам сказать. Ну, может быть, это неплохо, значит, мы особо не напортачили. И он снова перевел в стрелки. Прошло полчаса. Посмотрим, может быть, сейчас у Леона что-то появится. Да, есть Леон, ты тут, похоже, всех знаешь. Ну, кое-что нужно спросить. Ну, мистер Уорд не очень любит, когда я разговариваю о людях, состоящих в союзе. Он на секунду задумается. Но о ком вы хотели спросить? О Эдгарде, о Маньяне, о Мажор Хэйде, который на воротах там стоит, расписной. О Титусе, о самом Эварде, о Рене. Нам это все может помочь. Титус. О, это из рода рыбаков. Его даже родили на лодке, так он говорит. Похоже, говорит, даже в его венах течет морская вода. Вода. И я тебе так скажу, он хороший друг. А Мажор Хэд? О, действительно, нечто особенное. Леон начинает смеяться. Вообще-то он со мной не очень много разговаривает. Но когда это происходит, я практически не понимаю большую часть того, что он говорит. Неожиданно он понижает, Леон понижает голос. И на самом деле, мне кажется, он бы не хотел, чтобы я о нем кому-нибудь рассказывал. Однажды он сказал, что он дракон. Сказал так какому-то бандиту, который пришел, чтобы подраться с кем-то из людей, состоящих в союзе. И я думаю, он действительно поверил, что Жан-Люк настоящий дракон. Потому что... Убежал он от него со всех ног. А другой раз он почти... Убил другого парня. Но об этом лучше не буду говорить. Аманьяна. О, это абсолютно человек союза. Леон снова понижает голос. И замолкает, колеблясь. Он очень тихий. Всегда держится позади. Иногда разговаривает с Эйвартом. Это его наблюдатель. Высоко сидит, все видит. Достаточно умен, чтобы делать выводы. И потом рассказывает Эйварту. На самом деле, я не знаю, что он для нас делает. Но, похоже, его работа достаточно важна. Раз все ему... Он всем нравится. И я думаю, он делает что-то хорошее. Раз все... Всем становится лучше от его действий. Наша... Сообразительность. Масло для шестеренок. В тяжелые времена такие люди особенно важны. Но они в коллективах всегда важны. Кто-то на гитаре играет, кто-то истории рассказывает. Кто-то просто не поддается. Есть люди очень ценные. Которые эмоционально не реагируют на ситуации, на сложные. И остаются постоянно ровные. Это очень может очень большую компанию стабилизировать. Группу людей в тяжелой обстановке. А об Эварте что скажешь? Ну... Лучше мне об нем не говорить. Я имею в виду, что... Надо, конечно. Но я не хочу, что... Не думаю, что мистер Эвард хотел бы, чтобы я очень много вам о нем разговаривал. Рассказывал. Улыбка на лице Лео становится еще более теплой. А Рене? А, о ночном охраннике. Он довольно особенный человек. Лео смотрит на будку охранника, которая стоит на стене. Он сильный, но достаточно скрытный человек, я вам так скажу. Мы с ним часто разговариваем, но я о нем до сих пор практически ничего не знаю. Он играет в шары с моим... Старым учителем по обществоведению, видимо. С мистером Мартином. А рядом с площадью. Я думаю, что он единственный человек, кто действительно знает Старого Рене. Они жили всю жизнь на одной улице. И даже женились на одной и той же девушке. На всем протяжении времени, что я могу вспомнить. Он... Хихикает. Странные... Люди, но мистер Мартин всегда был очень... Милсон в школе. Я помню однажды... Стой. Гастон... Был твоим учителем в школе? Мистер Мартин, да. Я не очень много о нем помню, но... Это так и было, когда я был еще пацаном. А что мистере Эдгарде можешь рассказать? Мистер Эдгард это брат мистера Эварта. Выглядит намного моложе. Но очень умный парень. Действительно очень умный. Он всегда где-то по делам Союза... Разъезжает. Даже не в Реваколе находится. Не прерывать лево пусть рассказывает. Он во всех местах бывает. Он и его брат оба отдыхают только вместе. Сейчас мистер Эварт вернулся, чтобы... Присмотреть за делами Союза. Но в прошлом году они провели вместе целую зиму в Южной Сафре. С братом. Уехали с первыми осенними дождями и не появлялись до тех пор, пока деревья не зазеленели. Лео посмеивается. Южная Сафра. Оттуда же идет поток химической продукции. И также очень большой поток грузов. Понятно, на какие контракты он рассчитывает. Спасибо, Лео. Четвертая очка появилась и уже к пятому хороший задел. Тридцать восемь. Тридцать восемь. Давайте пробежимся до магазина. С karateashi. Кто эти штуки никуда ив afraid rendит тысяч к инженерам. Тридцать восемь. Задут много денег на 2-10 250 мало таких населения. То есть и без денег ни залога таких наркотрафика… Красиво. ...много ничего не сделаешь. Г testimonial. Ну и лекарства опять же, на самом деле лекарства выгоднее производить. Для меня был настоящим шоком, когда я узнал, что американская фармацевтическая промышленность, которая производит лекарства, годовой оборот имеет больше, чем нефтегазового отрасля России. Так, у нас ещё звонок один. Ну, ну, пока нету. Ну, ещё 20 минут есть, может быть, она в 10 появится. Значит, в следующий раз, наверное, начнём со звонка. Я хочу одеться во всё эмпатичное. А, наверное, придётся вкладываться. Вещи-то не срабатывают. То есть, как работает? Требования прилагаются к нашим голым характеристикам, а вещи могут их усиливать. То есть, сейчас вот если проверку мы первый раз не прошли, но вещи надеваем, проверка опять не будет активна. Проверка проходит по вот этим цифрам, но можно её усилить сразу. Допустим, вот если нужна 9, риторика, а у нас 6, можно что-нибудь на себя надеть, и тогда мы пройдём. нам нужна эмпатия. Снег опять пошёл, да что за погода? И, кстати, появился повод к Джилл на лодку заглянуть. Раз Эвер так в открытую о наркотиках рассказал, а она одно из наших заданий дала нам узнать, кто конкретно из водителей перевозит. Может быть, это будет повод поговорить. Посмотрим в следующий раз. А на сегодня всё. Спасибо вам за внимание. Всем доброго, удачи и пока. Выглядим вот как угодно, только не как два полицейских.